Первый заместитель председателя. У него должно быть 0,8, а он спорит что-то больше. Он пошел в бухгалтерию разбираться, почему больше ему платят. И выяснилось, что вот тот председатель, о котором я говорил в начале, дал указание. Коэффициенты считать не от средней, а от средней умноженной на 1,1. 1,1. И так сказать, получается. Более того, он себе записывал в субботу и выходные в рабочие дни. Потому что, представляете, я вообще тоже должен себе записать. Я вот в субботу и воскресенье все думаю, что я буду студентам говорить в понедельник. Представляете, а платят только вот за понедельник, безобразие. Надо записать и в субботу. Короче, говорят, так, 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 так. А кончилось вот дело тем, что его, так сказать, и выгнали из председателей. А он еще и судился. И еще, так сказать, постыдный конец. И умер теперь. Как говорится, подлецы долго не живут. Как раз таки находятся. А? Ну, не всегда, но да. Ну, есть такое. Ну, вот у вас есть какие-то позиции, принципы, кто-то с ними согласен, кто-то не согласен. А у человека сегодня одна, завтра другой. Он туда этот внутренний стержень перегнул, обратно. Ну, вот так, если будете перегибать, даже проволока стальная вот. Попробуйте ее вот так перегибать. И все. Некоторые думают, что вот это какие трудности, я буду добиваться, со мной будут бороться, мне будут мешать. Но зато не будет у вас внутреннего разлада. А вот самое опасное, это не внешние какие-то дела. Не то, что кто-то вас ругает или кто-то на вас нападает. Внешний конфликт. А вот когда конфликт у вас с самим собой внутри, который неприходящий, так сказать, ты не знаешь, так сказать, как тут быть и так далее. А те, которые смеются, их пригласите, пожалуйста. Так, ну что, можем мы начинать? Можем, да, Степан Степанович? Все, да? Включаем? Так, здравствуйте, товарищи. Значит, сегодня у нас последнее занятие, которое мы проводим в этом семестре с вами. И через две недели, 23-го числа, в 13 часов, вот в этой аудитории будет зачет. Вот, поэтому я хочу вам сказать о том, что требуется на зачете или для зачета. И, во-вторых, во-вторых, мы сегодня обсудим один вопрос о конфликтах неформальных, которые, конфликт, они как бы не выступают, не оформляются, ничего не регистрируется, никакие этапы не проходят и так далее. Потому что, ну, конфликтологи должны видеть конфликты не только там, где написано слово «конфликт», а там, где они есть на самом деле. А само определение конфликта у нас связано не с формальными моментами, да? Не с бумагами, не с названиями, не с инструкциями, не с регистрацией, а связано с чем? А вот с самим понятием, к которому мы и обратимся. Ну, вот в отношении зачета. Должен вам честно признаться, что сколько я не проводил зачетов и экзаменов у конфликтологов. Зачеты были обычно у бакалавров, а у магистров экзамены, я вот ими всегда недоволен. Почему недоволен? Все конфликтологи на экзаменах и зачетах превращаются в юристов. И начинают какие-то вот просто из головы, запоминают там, что написано в Трудовом кодексе. И сколько я не делал предисловий, вот я очередное предисловие делаю сейчас, ну, будем считать, что мне пока не удалось добиться, я вот теперь возлагаю на вас надежды. Вот, в отношении того, чтобы не сводился ответ к тому, что написано в Трудовом кодексе по этому вопросу. Почему? У меня есть основания не только, так сказать, содержательные, чисто формальные. Вот, у меня ученое звание, профессор по кафедре экономики и права. И я на кафедре экономики и права работал, как в ВПК. И я должен сказать, что это вот очень большая болезнь, думать, что в законах написано, что нужно делать. В законах вообще не написано, что нужно делать. Что написано в законах? Что нельзя делать. Что нельзя делать. Пойдете туда, получите. А что получите? А посмотрите, что получите. Поэтому в некоторых законах, вот, например, к каким законам относится Трудовой кодекс, а там ничего и не получите. В том смысле, что все вот эти нормы, которые порасписаны там, много-много написано в Трудовом кодексе. А ответственность где смотреть за нарушение? Где посмотреть ответственность за нарушение? В самом Трудовом кодексе есть какие-то ответы? Нет. В административном. Где? В административном. Да, в кодексе об административных правонарушениях. А какие там? Вот если вы откроете для интереса, так сказать, перед зачетом кодекс об административных правонарушениях и будете смотреть нарушения в социально-трудовых отношениях. Не те, которые относятся к другим там. Мало ли какие-то еще есть поступки, проступки. А вот то, что относится к сфере нашего интереса. И вы увидите, что за уклонение от коллективных переговоров. Сколько? 5 тысяч рублей. Но это что? Это же надо суд, чтобы решил. Можете сказать, что в суд надо подать, выступать, туда идти. Некоторые готовы заплатить 5 тысяч рублей, чтобы туда не ходить. А над вами будут глумиться те, кто, так сказать, должны заплатить. Потому что из того, что вы обратились в суд, во-первых, не следует, что вы выиграете. У нас суд, скажите, пожалуйста, носит какой характер? Состязательный. Если я о вас переговорил, я выиграю. Вы меня переговорили. Вы выиграете. Товарищ Бастрыкин, вот в сегодняшней газете есть его большая статья о борьбе с коррупцией. Там 80 тысяч дел было против коррупционеров возбуждено. И сейчас, так сказать, они решают проблему такую, что коррупционеры обычно оформляют на всяких родственников. А родственники, он говорит, ну если они не могут доказать законность происхождения, мы у них это дело ставим в суд, перед судом. Вопросы конфискации этого. А они не могут. Вот друзья Захарченко, родственники Захарченко, который в сухах, в боулах расставил 8 миллиардов рублей наличными, не могут доказать. Поэтому они отправлены в доход государства. Ну вот он занимается этими всякими делами. Поэтому те люди, которые стоят, которые как раз там воруют у государства, или которые занимаются нарушением законов, они прекрасно знают, что наши законы, они для того, чтобы они как-то подействовали, требуются очень большие усилия. И какие бы усилия вы ни предпринимали, вот скажем, больше, чем 5 тысяч за уклонение, за невыполнение коллективного договора, вот вы изучали, 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 а какая ответственность за уклонение? Ну в общем, если так коротко говорить, никакой. Потому что у нас 5 тысяч. Мы уже с вами на ту тему говорили, как вы, вот я руководитель, как вы с меня стрясете 5 тысяч? Вы должны будете подать куда? Если вы выиграете, что вы? Дорога какая? Дорога такая, что вам надо брать исполнительные лица, ездить к судебным приставам. Приставы будут писать бумажки мне. И на каждую бумажку я отвечаю, что? Если меня спрашивают, согласен ли я добровольно? Нет. Ну вот. Видно, что вы не опы. Спросите меня, согласен ли я добровольно воплотить? Согласен. И бумажку присылаю. Что дальше? А дальше вы приходите потом к судебному приставу и говорите, ну как деньги? А он согласен. А деньги? Вам согласен или деньги? Ну-ка денег-то я вам не даю. Согласен. Второй раз пишет пристав. Вот третий раз мне напишет. А я подам в суд. На кого? На вас? Не подам. Почему? Я проиграл. А на кого я подам? На судебного пристава. А эти несчастные люди там сидят, вы видели, там в каких-то коморках. Сидят кругом эти все дела. И вот к ним приходишь, они освобождают, вот так кучу дел. И говорят, садитесь, пожалуйста. Замучены, задерганы. Потому что вы занимаетесь администрированием. Вот как, если вы судебный пристав-исполнитель. Почему вы, так сказать, не решили вопрос? Вот я беру одного адвоката, второго адвоката, третьего. На ваши деньги. Или на свои деньги. И что? Вы выиграете. Суд носит состязательный характер. И вот я наблюдал, как проигрывал судебный пристав-исполнитель. Но я могу тоже присутствовать, скажем, и помогать ему. Уже как что? Как кто? Как? Ну надо, чтобы он меня сделал доверенным лицом. Тогда я могу выступать. А в суде вы, если вы пришли и сидите, сидите, пожалуйста. Но если вы пикнете, вам скажут вас, мы вот, девушка, выведем вас из зала суда. А вот если вы доверенное лицо мое, сколько я могу иметь доверенных лиц? Вот я собираюсь вот с ним судиться. Вот он один придет. Так, вы пойдете ко мне доверенным лицом? Так, я сейчас напишу вам доверенность. А вы пойдете со мной? За меня выступает, против него. Чего плохо так показывает, записывает-то? Вы. Вот мы приходим. Это что означает? Он один раз выступит, а у меня начинается. Раз, два, три, четыре. И я в конце. А потом начинает смотреть в дело, а в деле у него вот так тоненькая-тоненькая полосочка. А у нас вот. Ну, раз суд носит связательный характер, то, как вы понимаете, это зависит от других факторов. А вот вовсе не от справедливости, не от законности. Это не значит, что нельзя отстаивать истину в суде. Можно, но надо здорово к этому готовиться. То есть, если вы играете в волейбол и знаете, что судья подыгрывает в другой стороне, и он наверняка припишет три мяча в той стороне, значит, надо не на один гол выиграть больше, да? Не пять шестых, не шесть против пяти надо иметь, а девять против пяти. И он припишет им три. И что, у них будет восемь, а у меня девять, и я выиграл. Вот надо как, если вы понимаете, как в жизни бывает. По этому поводу есть анекдот. Судье футбольному. Одна команда на мировом первенстве предложила миллион, а вторая – миллион двести. Он так посмотрел на тех, которые предложили миллион двести, и говорит, заберите двести, я буду судить по-честному. Значит, она дала миллион, и другая дала миллион. По-честному. Вот поэтому никаких таких настроений, что это все решается путем закона, тут не может быть. И поэтому есть единственная уголовная ответственность, которую можно использовать, и которую тоже не используют. Это за несвоевременную выплату зарплаты. И как раз именно эти самые факты, самые распространенные. Вот тут бы, казалось бы, миллионы бы дел трудящихся завели, уголовных. А для этого что нужно сделать? Ну, надо, конечно, заявление подать в прокуратуру, в суд надо подать. То есть предварительно надо там, сказать, подавать, какие-то делать акции, вам ничего не выплачивает, после этого вы подаете в суд, ну, и суд должен рассматривать. Давно бы засудили тех, кто не платит. Но это вот, вот там, где нужно применить закон, это почти не используется. Что делают люди? Они работают. Им не платят, а они работают. Это как так? В какое время, в какой формации, если я вам не плачу, вы у меня работаете? Это, когда это было? Прорвовладельщик. И при ровладении, если вы рабы, и при феодолизме, если вы крепостные, да? Да, потом я, если вы крепостные, земли-то я вам дал. Я вам разрешаю 4 дня работать на себя. Это же хорошо. Поэтому вы приходите, хорошо работаете 3 дня. на меня. Поэтому тут есть, хоть какое-то основание. А здесь-то что? Работают люди. Им говоришь, вот 142-я статья. Там расписано, что делать в случае невыплаты зарплаты. Конфликт как бы не требует регулирования между странами. То, что оно регулировано государством. Там расписано. Все. Что нужно делать? Пишите бумажку о том, что вы, что делаете, если вам не выплатили зарплату. Что вы? Преостанавливаются. А? Преостанавливаются. Не останавливаются. А приостанавливаются. До выплаты зарплаты. То есть, у нас с вами договор. Вы работаете, я вам плачу. Вы не работаете, я вам не плачу. Я вам не плачу, вы не работаете. Тут все хорошо, все по-честному. А я вам не плачу, а вы работаете. Ну, ну, тогда спасибо. Ну, спасибо. Поэтому, поэтому, многие нынешние предприниматели, благодарны трудящимся за то, что они, так как они считают, что это хозяин-барин, то они на хозяина-барина работают. Но, если вы хотите просто так работать, пожалуйста. Короче, вы лишние деньги, какие есть, сдавайте в конце. Ну, это же примерно из той же оперы. Что это такое? Вот, поэтому, эта вот сфера, которую мы рассматриваем, эта сфера социально-трудовых отношений, она опирается, вот все эти разрешения конфликтов, опирается вовсе не на закон. Там, где есть закон, такой твердый, вот, в отношении пункта выплаты зарплаты, и есть и процедура, прописанная законом, там можно делать. Ну, а скажем, такие вещи, как коллективный договор и вообще любые требования работников, они, их достижения опираются на что? Только на коллективные действия самих работников. Причем, когда вы не поступили еще на это предприятие или поступаете, вы кто? Вы одиночка. Ну, как вы можете, там у нас есть всякие пункты в законе, в трудовом кодексе, что вот нельзя делать никакой дискриминации по полу, по возрасту и так далее. Ну, вы же понимаете, если вы одна, а у нас предприятие, которое принадлежит миллиардеру, с кем вы хотите одна собираться воевать? Поэтому никаких, несмотря на эти пункты, никаких процессов, когда бы кто-то выиграл из всех, кто на, и кого не взяли на работу, нету, и нечего на это надеяться. Но это пока вы только поступаете. А вот вы поступили, а то вы поступили, вы член коллектива. Правда, слова коллективов нету в законодательстве. И это довольно смешно, потому что коллектива нет, но есть коллективные переговоры, и есть коллективные трудовые споры. Но это даже очень смешно, потому что, ну, как-то товарищи взялись там что-то вырезать, но у них так все не получилось вырезать. Потому что надо писать конфликты, а конфликты тоже не хочется писать, их вырезали. Потому что тот кодекс, который был при Горбачеве, тот назывался, там закон, вернее, который был в трудовых конфликтах, он назывался законом порядка и разрешения коллективных следовых споров в кубках конфликтов. А сейчас конфликтов убрали, а вас еще оставили. А вообще-то там вот слово конфликт вы нашли в трудовом кодексе конфликт? Если вы даже не нашли в трудовом кодексе конфликт, не ссылайтесь меня, пожалуйста, на трудовой кодекс тогда, когда будете отвечать. Чего вы ссылаетесь на тот, который вас не уважает вообще, знать не знает, и тему вашу не знает, и предмет ваш не знает, и не хочет об этом даже слыхом слыхать, видом видать. То есть, когда человек становится членом коллектива, вот теперь он уже может организовывать коллективные действия. А коллективные действия какие бывают? А, формальные. Коллективные действия, порядок их организаций, формальных, он прописан. И то я вам говорил о том, что некоторые стадии, которые там написаны, они только на бумаге, их никогда не бывает в жизни. То есть, но эту бумажную процедуру оформления этих стадий нужно совершить. то есть, после примирительной комиссии, которые обычно довольно формальные, когда примирительная комиссия наступает? Это когда уже долгие-долгие велись переговоры, и когда все попытки примириться завершились, выдвинуто требование, и начался коллективный трудовой спор. Вы верите, что вы на примирительной комиссии в недельный срок разрешите? Нет. Но вы можете на третий день, на третий день после начала примирительной комиссии, что сделать? Объявить предупредительную забастовку на один час. А надо это делать, как вы думаете? Вы посоветовали бы делать забастовку на один час? Нет. Это ж тяжелое дело. Взять вот, чтобы все вдруг раз и все остановились. А еще люди думают, еще надежда у них, что вот еще не закончилась примирительная комиссия. Наверное, добрый хозяин, барин, он, наверное, нам пойдет навстречу. Сколько таких людей, а вот те люди, которые доказывают, вот как вы, что нет, он не пойдет навстречу, скажет, ну что вы говорите, ну как такое может быть, и так далее. То есть люди учатся из чего? Из бумаги, из книжки или из жизни? Простые люди учатся из жизни. Вот они когда увидят, что они ничего, примирительная комиссия ничего не дала. Никакой посредник, тот, кого вы считаете нужным, не принял его, работодатель. Доработатель не собирается выполнять решение трудового арбитража. Вы будете выполнять решение трудового арбитража, а работодатель не будет. И вы не будете. Поэтому трудового арбитража тоже не будет. Поэтому на самом деле это промежуточная инстанция. Для чего? Для того, чтобы люди еще раз подумали, на предмет о забастовке. И хорошо, что такая инстанция есть. Почему? Потому что люди к вопросу о забастовке приходят не сразу. Это очень тяжелое дело. Мне пришлось с товарищем Раковым, который был первым секретарем Петроградского райкома партии в 90-х годах ездить в Эстонию, Латвию и Литву. На его машине он сел на Жигуле и поехали туда. И вот мы там встречались с первым секретарем ЦК Компартии Латвии и разговаривали с ним. И встречались с забастовщиками. А там бастовали люди. Выступает женщина, говорит, я работаю 20 лет. Я никогда не опаздывал на работу и никогда не простаивала. Поэтому для меня это очень тяжело. Так вот. Ничего не делать. А другого способа нет. Там забастовали предприятия за права раскрытичных граждан. Ну, кто такие раскрытичные? Ну, все, кто говорит на русском языке. Их много было. Кроме русских там полно было людей разных национальностей, которые разговаривали. То есть по существу политической забастовки. Но было время такое, когда рушились государства целые. Поэтому по крайней мере тех товарищей, которые проводили эти забастовки, они не виноваты, что теперь таких предприятий нет. Вот все эти русскоязычные предприятия, которые были в Прибалтике, все уничтожены. Их просто нет. Сначала началось с того, что их права не соблюдали, а кончилось с тем, что вот в Латвии был, был Рафик такой, микроавтобус прекрасный. Был радиоприемник известный. Электрички рижские бегали у нас везде, по всей стране. Ну и что сейчас в Латвии? А ничего. Все эти предприятия, но если Россия большая, в ней уничтожили 78 тысяч предприятий за 90-е годы. 78 тысяч. В том числе уничтожены, потому что трудящиеся надеялись, что как-нибудь чего-нибудь исправится, что-нибудь как-нибудь предпримут, как-нибудь кто-нибудь что-то сделает и так далее. А за войну у нас 32 тысячи пропало предприятий за берегу Отечественную войну. То есть у нас за время перестройки так называемой в два раза больше разрушено предприятий. Причем крупных. Вот, например, если такие, которые на слуху взять, вот на набережной Свердлова был завод имени Свердлова, станкостроительный, который на экспорт делал станки. Где он? Нету. Вот если сюда, ближе к Выборгскому району, там был такой завод Ильич станкостроительный. Именно станков сейчас у нас мало производится. Недавно я на Белоостровской улице проходил мимо этого здания, этого завода с золотом накрытся, он как-то наверху красиво так взял Ильич. Думаю, надо же, неужели завод возродит? Бизнес-центр. Сидят, бумажки кофе пьют. Ну и так далее. Я уже не говорю, если вы в новой деревне бываете, садитесь или проезжаете, там кирпичина из белого кирпича, силикатного, забор большой, это был северный завод. Северный завод производил комплексы ПВО СС-300. А сейчас там все в аренду сдано. Скажем, если вы едете по Выборгскому району, по проспекту Карла Маркса, теперь, который называется Большой Сампсоневский, поэтому, Энгельс не тронет, потому что он капиталист. Поэтому Большой Сампсоневский превращается потом в Энгельса. И вот вы едете, слева русский дизель. Русский дизель, хорошо, без дизеля ничего невозможно сделать в промышленности. И танки, между прочим, есть на дизельные, и корабли без дизеля не ходят, и без них вообще не может существовать промышленность. И что вы думаете, его взяли и выбросили в Северный район на место кирпичного завода. И кирпичный завод выбросили вообще. А потом на место русского дизеля поставили Форд Моторс Компани, американский завод. Когда этот завод закончил деятельность по уничтожению русского дизеля, его забрали в Америку, и там ничего нету. Вот он этим летом и все. То есть операция закончилась. То же самое, скажем, есть Сестрорецкий оружейный завод, который при Петре был основан, там пушки делали. И там еще пушки есть, ядра стоят, можете посмотреть. И он так в низине, его даже не видно так, он так здорово сделан, ничему не мешает. Вот этот Сестрорецкий бревна, которые нужны им для каких-то вещей, они приплывали самотеком через озеро Разлив, которое сделано из двух рек. Река Черная и запрудили ее Река Черная и Река Сестра. Продали американцам. Причем продавало, я вот видел по телевидению Валентина Ивановна Матвиенко, рассказывал, как там будет хорошо, там будет такой комплекс социально-культурный, там будут элитные дома, всю эту вот землю, которая промасленная вот ее уберут, на метр или на полметра снимут все, все эти дома выскорбут и там будут шикарные квартиры для для бедных или для богатых. Я думаю, вы догадались. И что, вы думаете, квартиры есть? Ничего нету. Первое, что сделали, продали это американцам. Первое, что сделали, засыпали мусором тот стадион Сестрорецкого завода, на котором все Сестроречане играли в футбол с детского возраста. После этого немножко завод еще поработал, закрылся. А это был уже Сестрорецкий инструментальный завод, СИЗ. И теперь, говорят, или бараковые, или китайские инструменты, которые одноразовые, но, скажем, немецкие, шведские, дорогие. нету больше. Остался у нас в стране инструментальный завод в Новосибирске. Это вот Сестрорецкий завод перевели в войну туда, в Новосибирск, а когда обратно возвращали, такая была практика, то, что перемещали на восток, не вообще закрывали на восток, а там оставляли, обратно возвращали часть. Ну и так далее. Вот некоторые процессы такого рода. Поэтому если товарищи думают, что они ждут, как говорится, хорошего дня, или бесконфликтно они проживут, и коллективно они не организовываются, и за этим не следят, то такого особенного интереса у нынешних хозяев жизни в сохранении важнейших предприятий далее нету. Не говоря уже о том, что вот если вы просто возьметесь сегодняшнюю статью товарища Бастрыкина, посчитаешь, сколько коррупции, причем в оборонном комплексе, и прокурор об этом пишет. Страшный коррупция. А, дескать, он оборонный, там как бы деньги не надо уж так жалеть-то на оборону. Они-то уходят не только на оборону, а к людям, которые занимаются коррупцией. То есть поэтому вопрос, который мы с вами вообще рассматриваем, очень важный, и он не записан в законах. Это конфликты, которые надо, это нашей жизни конфликты. А то, что для этого надо и законы знать, ну это само собой. И само собой. Это же касается и действий самих трудящихся работников. Скажем, если вам что-то не нравится, то негативное отношение может выражаться в том, что вы что делаете. Ну раньше, вот скажем, если вы возьмете начало капитализма, это были лудиты, которые портили машины. Как будто машины виноваты в том, что их положение уходит. Машины-то не виноваты. Машины-то созданы другими рабочими других предприятий. То есть это вот когда было сознание неравито. Сейчас в ходу вы можете видеть по Москве, нашей столице, где должны быть самые грамотные люди. Ну после Петербурга, я думаю. Но там все время протестуют. Ну что такое я протестую? Вот вы сейчас меня будете бить, а я буду протестовать. Мне все отбирать, а я буду протестовать. Что это значит протестовать? Это что значит? Что я сражаться с этим не буду. Правильно? То есть в конфликт с темными силами не вступаю. а если эти семные силы наступают? Я протестую. И соберем мы толпу там 10 миллионов человек. И что после того, когда толпа постоит, куда она пойдет? В одном направлении или в разных? Но если я протестую, то моя-то цель какая? Цель тут вообще не выражена никак. Это чисто отрицательное действие. Вот я к вам обращаюсь как в закончившем курс философии. Негативное это мы делать не будем. То есть я вот на север не пойду. Сколько осталось направлений? Скажите, пожалуйста. Не слышу. Сколько осталось направлений? Если я на север не пойду? 359 градусов. И все? Ну, нулевой это. Я спрашиваю, сколько осталось направлений? Бесконечно. А? Много. Бесконечно. Вот. Это правильно. А это у вас как у дикарей. Извините. Много. Нет. Ну, как у дикарей говорят? Ты их спросишь, они не знают же цифр. Один, два, три, дальше много. 360 градусов это правильный ответ, конечно. Но между градусами если я пойду? Ну, да, минуты, секунды. А еще и меньше секунды. Разве нельзя еще точнее разделить? Много. Поэтому это вот бесконечная глупость думать, что когда я протестую, вот если я что-то делаю, это должно быть видно, что я это делаю. Ярко должно быть. Поэтому вы должны протестовать. Я это буду приветствовать, потому что тогда будет интересно. Сейчас вот если вы не протестуете, да и не интересно смотреть. А вот если бы сейчас вы протестовали, а я бы настаивал, ох, сейчас стали бы все смотреть. Так ведь? Поэтому люди, которые протестуют, они даже не понимают, что они гарнир. К кому? Ну, одни люди какую-то цель поставили, так? Ну, отнять у вас зарплату. Я вам рассказывал, как без конфликта можно забрать у каждого по тысяче рублей и получить 12 миллионов в год. Это бесконфликтно. А если я просто буду платить на тысячу меньше, да и все, я не собирать у вас не буду. Разные бывают подходы. И что дальше? Вы недовольны? Вот видите дверь, да? Помогите ей открыть дверь. Весь разговор. Поэтому нам может не нравиться эти действия, но мы должны признать, что это действие позитивное. Позитивное в каком смысле? Что он имеет некую цель. У него есть цель у вас забрать себе прибавить. Цель он ее достигает. А вы? А вы, значит, представляете собой толпу, которая кричит против. Это толпа, которая кричит против. Если она еще что-нибудь будет ломать, тогда ее будут бить дубинками. Дубинки были в советское время? Нет. Нету такого. Не делали. А сейчас есть дубинки? Есть. Сейчас вот недовольные пишут как же так? Это против дебага. Так вы же, ребята, они приветствовали эти дубинки. Это же завоевание, так сказать, вот, буржуазного строя, иметь дубинки. Их же не было. А сейчас есть. Так если они есть, так они же пускаются в ход. Я вот наблюдал многократно. в Ленинграде ни разу не видел, как бери дубинками, а в Москве видел, как в Москве. Я все равно на вокзале приходят, сидят люди, которые пришли погреться. Может быть, бомжи. Ну, это вокзал, это же общественное место. Сел, сидит, сидят, спокойно. Вдруг приходит, раньше еще милиция, сейчас полиция, сейчас еще более соответствует. Раз по спину и выгоняют их. Куда? На улице. Хотя есть такой порядок, что если вы зашли в гостиницу, вас после 23 часов выгнут на улице не имеет права. Ну, это секретная такая норма. Не имеет права. То есть, если вы не будете уходить, если вы вызвали, то они будут кого-то вызывать, но сейчас они никого не вызывают, потому что есть частные охранные структуры, которые плевали на законы. То есть, сегодня они днем они охранные структуры, ночью они бандиты. Это не мешает ведь одно другому? Поэтому, значит, когда мы рассматриваем вопрос о социально-трудовых конфликтах, мы сегодня как бы и тоже, мы должны для себя сделать вывод, что эти конфликты разрешаются неформальным образом. Они разрешаются путем организации. И со стороны работников они разрешаются путем организации этого коллектива. Без организации их разрешить невозможно. и с этой точки зрения, если мы посмотрим на тот же самый закон Трудовой кодекс России, он этому способствует. Он тоже является результатом борьбы. То, что в нем стоят такие пункты, которые позволяют совершать определенную процедуру, они дают возможность на законных основаниях организовывать коллектив. так, кто-нибудь вам мешает выдвигать требования? Нет. Но считается требованием коллектива, если вы громко прокричите эти требования, это требования, я не обязан, я их как бы и не услышал. Сейчас у меня гудки есть, звонки, тем более я в кабинете, кабинет закрыт, у меня есть секретарь, даже вы придете будете до меня добиваться, а я скажу, у меня нет, у меня скажи, что так лучше скажу. Господь Бог говорит секретарше, тут я сейчас занят. А она ему приходит, докладывает, что вот пришли атеисты. Он говорит, скажи им, что меня нет. Но для этого и существует же секретарь. Что там предполагается? Предполагается, что вот переговоры вы можете вести, но вас призывают к тому, чтобы вы организовали больше половины коллектива. Это же хорошо, что если вы меньшинство, так вы понимаете, что вы плохо работали еще, вы с народом не поговорили, вы не объяснили, вы не рассолковали, вы не сорганизовались. Если вы не можете сорганизоваться, ничего вы не получите. Вас трудовой кодекс приучает к тому, что все начинается с чего? С организации трудящихся. Вот вы если организуетесь, у вас все права. Если вы не организуетесь, у нас все права. И не говорите, что вам этот капитализм ничего не дает. Почему? Он, пожалуйста, дает вам. Чего вам надо? Чего вы протестуете? Вам написано, что делают? Пожалуйста, организовывайте. У вас какие требования? Вам какую стипендию надо? Больше. А? Побольше. Побольше, на копейку будет вам больше. Все, я уже удовлетворил. Ваше требование удовлетворено. Вы думать надо было над тем больше. Ну что, вот это был такой момент, когда вы могли бы получить в 100 раз больше, а вы на копейку. Что это такое? Так вот, так хуже этого. Целые партии ходят и требуют индексации зарплаты. Что такое индексация зарплаты? Слышали такое? Подгон под инфляцию. А? Ну, то есть увеличение пропорциональной инфляции. Почему пропорциональная? Не пропорциональная, а на тот индекс. на который выросли цены. Ну да. На тот же индекс, да? Так, то есть если я увеличил... Инфляция обесценивания денег рост цен на продукты. Да, вот насколько выросли, настолько повышается зарплата. Значит, какую вы получите зарплату после индексации такая, которая была в прошлом году? Правильно? А у вас весь год снижалась, она вот так шла вниз, вниз, вниз. График был такой. И вот этот треугольник у вас изъят. Треугольник. Площадь треугольника вот не весь надо, не прямоугольник, а вот этот вот треугольник. То есть если инфляция 10%, то 5% вашей зарплаты или стипендии, и все равно инфляции. Или пенсии тоже есть, все равно бабушки, старушки, молодые, работники, неработники, у кого есть деньги, просто лежат у вас в шкафу, в кубыке, все равно они. И вот индексация. То есть возвращение на тот уровень, который был в прошлом году. И это вот такое требование у вас. Это что за требование? Это требование состоит в том, чтобы никогда лучше не жить. Всю жизнь получать столько, сколько вы имели в год, в прошлый год. Потом опять, в следующий год опять так, и опять вот. То есть никогда не улучшится ваше жизнь. Никогда. Вас это возникновляет, нет? Ну люди выходят, есть вот целая партия, Российская Коммунистическая Рабочая Партия. Они ко мне обращались. Я им объяснил, что вы вообще-то думаете, что вы делаете-то. Написано в Кодексе Трудовом, 130-й статье, повышение уровня реального содержания зарплаты. Это вот то, что вы говорили. Тут норма не указана, но по крайней мере больше, больше, чем снижение цен. То есть чем повышение цен. То есть на больший процент повышается зарплата. 134-й статья называется так. Обеспечение, повышение уровня реального содержания зарплаты. Написано. Но написано, никаких ответственности тут нету, как вы понимаете. То есть это что значит? Что вам государство говорит, ну хотите, боритесь. Это будет ваша борьба. Не только справедливо, но законно. Потому что в Кодексе написано. И в 130-й написано. Государство гарантирует обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты. То есть надо повышать больше, чем, вот как вы говорили, больше. Только вы больше по величине не дали. А вот люди толковые, которые этим занимались, они вот дальневосточные докеры, они, видимо, заложили 10% повышения по сравнению с инфляцией. То есть инфляция плюс 10%. Но по итогу переговоров заключили договор коллективный, в котором 5%. Вот год прошел и компенсируется, то есть индексируется зарплата плюс 5%. То есть начинаете вы понижение не с той же точки, куда вы пришли в прошлом году, а с более высокой. А Форн Моторс Компани, которого благополучно, так сказать, разогнали и забрали в Америку. Там у них в колодоговоре было 2,5%. Они такие ребята шустрые, они договор заключали на один год. Я с ними отговорил, зачем вы заключали только на один год? Это же так трудно заключить договор коллективный. То есть вот был у них такой год, а потом больше нет. И все, и такого уже нету требования, что 2,5% индексируется. То есть сам Трудовой кодекс, содержа в себе, вот его надо анализировать, эту норму юридическую, не потому, что она вас спасет. Никакой закон не будет вам ничего делать из того, что написано, хорошего. Но вы, когда будете делать, вам никто не скажет, что вы чем занимаетесь вообще. Как вы чем? А вы берете закон, говорит, я занимаюсь выполнением закона. А вы чем занимаетесь, Михаил Васильевич? Да я просто интересуюсь. Ну вы же должны быть, то есть это очень важно, чтобы вы чувствовали себя, особенно люди пугливые, боязливые, может быть не очень образованные. Как же мы пойдем, да как мы будем требовать? Ну как вы, вот как написано, так и требуете. Только не так, как у этого, крохоборцев какой-то, просто побольше, побольше, копейку вам накинут на рубль. То есть трудовой кодекс, не потому его рассматриваю, как, так сказать, то, что он нас спасет, но он нам дает возможность, он нас настраивает на что? Во-первых, на позитив, на то, чтобы нигде нету никаких протестов в трудовом кодексе. Но во время коллективных споров можете проводить митинги, собрания, демонстрации, хоть там ходите, около завода, по заводу. Читали в трудовом кодексе? Это пожалуйста вам, ходите. Нет, вы пойдете туда. Куда? К прокуратуре. Там скажет государственный орган, там люди с дубинками идут. Вам это надо? Чего вы этим хотите добиться? То есть как-то вот, ой, нас побили, и что? Ну так вы дураки, а дураков всегда бьют. А если бы вы были умны, вы бы всех побили, победили бы. Вы победить должны в конфликтах или должны проиграть? Вот конфликтологи, это вот с какой целью они готовятся? С тем, чтобы в конфликтах выигрывать или в конфликтах проигрывать? Вот объясните мне, кто такой конфликтолог? Вы собираетесь выигрывать или проигрывать в конфликтах? Все зависит от сути конфликта. А? Все зависит от сути конфликта. Как от случая? Ну конфликт всегда имеет две стороны. Мы уже вопрос, на какой вы стороне, уже обсуждали. Вы же на стороне прогресса? Я правильно понимаю? Или у нас еще колебания на этот счет? Или вы на стороне реакции в конфликт? Все. Я не уступаю. Я тебе хочу. Если кто-то проиграет, будет же потом опять конфликт. Потому что они будут недовольны. Причем вы думаете, что будет? И кто-то проиграет, потом еще раз проиграет. Вот один раз люди составили конфликт, вот больше конфликтов не было. После этого уже доводят опять до забастовки. Уже забастовки не проводят. В мире все то, что добыто, всякое повышение и улучшение условий труда и повышение зарплаты добыто либо забастовками, либо угрозой забастовки. Вот я буду вам сейчас угрожать угрозой забастовки. Я на зачет не приду. Если вы так плохо будете готовиться, я на него не приду. Вас я сильно напугал? А если один раз я на самом деле не приду, тогда вы поверите, что я не приду. А так вы не очень не скажете. Ну, вы шутите. А вы придете вот 23 вячеслава? А меня нету. А у меня начнете звонить и говорят, что делать? Зачет. Зачет. Подумаешь, зачет. Чего мы? Мало я зачетов принимал. Обойдетесь. Чего будете делать? Покрутитесь, покрутитесь. А зачетов ни у кого нет. Ну ладно, я приеду. Вечером. И что? То есть, не должно быть вот, еще раз, я к вам обращаюсь, что вы не юристы. Вы не бумажные такие крысы, которые смотрят, написано вот так. Написано так, а что-то будет-то на самом деле. Что будет? А будет? А будет конфликт. Конфликт. Это все темные силы метутся. Да? И с этими темными силами надо бороться. И я так все-таки и не понял, у вас позиция. Вы собираетесь у темных сил выигрывать или проигрывать собираетесь? Нет абсолютно темных, абсолютно светлых сил. Не знаю. Я считаю, вот вы пришли такой в белой кофточке, и я сразу понял, что вы за светлое против темного. Вот все они не подготовились. Нет, вот тоже подготовились. А эти товарищи пока не определились. Они так между вами и сидят, так вот промежуточные. А вы так вот продемонстрировали, что вы будете за светлое. Ну, вы за красивое, конечно, я понял. Я не против. То есть, вот, позиция должна быть конфликтолога. Это вопрос научный. Мы его обсуждали еще на прошлом конфликтологическом конгрессе. Однозначно, что конфликтологи – это люди, которые обеспечивают не просто разрешение конфликтов. Я говорю, не конфликтуйте, ребята, не спорьтесь. То есть, кого-то душит, один душит другого, а вы подбегаете рядом, конфликтолог говорит, не надо никаких конфликтов, он его додушил. И тот захрипел и умер, поскольку вмешался конфликтолог. Или конфликтолог раз тому по голове, который душил. Он, конечно, там у него может потасовка быть с тем, кто душил другого, но он спас человека. То есть, какой-то вот… А что вы спасаете? Вы спасаете прогресс. Выступаете против регресса. Я правильно предлагаю? Но вы можете сказать, а можно по-разному понимать. Это другой вопрос. Да, можно, но все равно постановка-то какая должна быть? Вопрос. Так вот, выигрывает, выигрывает либо забастовка, либо угроза забастовки. Наоборот, одна хорошо проведенная забастовка, то есть применение, это же применение силы. Не будем работать. Ну как силы? Никто никого не бьет. Наоборот. Кто отвечает за сохранность, за порядок, чтобы никто ни на кого не бил, не толкал, не ругался? Кто отвечает во время забастовки за порядок? Забастовочный комитет. А кто отвечает за охрану собственности, работников и работодателей? Вот контейнер откроют, достанут там ценности и растащат их во время забастовки. Кто будет отвечать? Администрация или забастовочный комитет? Администрация скажет, вы знаете, ребята, вы устроили забастовку, вот, пожалуйста, и компенсируйте это все. И отвечайте за это дело, и в суд подаст на профсоюз. Поэтому профсоюз обычно, когда делается забастовочный комитет, туда руководители профсоюза не сажают. Я скажу, это просто простые люди и все. Чтобы нельзя было потом их через суд с них чего-то стрясти. Но все что угодно может во время забастовки. Мне рассказывал Сенков, токарь завода, машзавода из Нижнего Новгорода. Он возглавлял забастовку большую. Но машзавод делает орудие архиллерийские. Маш. Не говорится же, какие машины. Разно же бывают машины. Бывают легковые, бывают грузовые, бывают орудия. И представитель ФСБ пришел и спрашивает его, как председателя забасткома, как вы, а забастовка организована как положено. Все, пройдена процедура, забастовка. Пришел представитель Федеральной службы безопасности и говорит, ну вот, вы планируете генерального пускать во время забастовки или планируете не пускать? Ну, интересуется. ФСБ интересуется, как будет конфликт, не будет конфликта. Сенков говорит, планируем пускать. Пусть сидит. А кто управлять-то будет во время забастовки? Это вот самый такой очень сильный фактор, что во время забастовки будет управлять всем. Добастовочный комитет. Во-первых, минимум работы-то будет осуществляться. То есть, забастовочный комитет показывает, что мы прекрасно можем без вас, капиталистов, спокойно организовывать производство. Вот оно идет. Это же хорошо. Второе. Мы вовсе не собираемся, вот я, например, нигде не советовал, и я думаю, вы не будете советовать. Просто взять и остановить производство. Ну, вы остановите, а через 15 дней зарплата. Что вы получите из зарплаты? И вот я уже сижу, как работодатель, говорю, мы вас смотрим. Сейчас-то вы такие сердитые, дорешительные. Посмотрим через 15 дней. А потом мужчинам говорят, а посмотрим, что ваши жены скажут через месяц. И вот думал миллиардер Алисин и его, так сказать, представитель, руководитель, управляющий компанией Челядин, что скоро будет забастовка в семьях. Локеры взяли и, значит, на час сократили. Забастовка, это полная или вот это надо прочитать в законе. Что такое забастовка? Это очень важно. Понятие надо знать. Забастовка это что? Что такое забастовка? Что молчите? Полная или частичная остановка деятельности. О, то учитесь. Но я же говорил, вы в белом выходите и говорите, что такое забастовка. Это же красиво. Красота. Полная или частичная прекращение работы? Нет. Для удовлетворения, в целях удовлетворения заявленных требований. Правильно? А не просто. Если я просто остановил работу, устал. Это что, забастовка что ли? У вас забастовка, через каждые полтора часа у вас забастовка на 10 минут. Это забастовка? Нет. У вас вообще нет, у учащихся нет забастовок. Забастовка может быть у меня. Будете плохо выступать, я сделаю забастовку на 10 минут. И никакую процедуру не буду проходить. Никто мне ничего не сделает. Но это шутка. Просто так я делать ее не буду. Так. То есть, и как раз вот ваше предположение надо было рассмотреть, не приведет ли это к тому, что вот... Это все зависит от того, как организовано. Если хорошо все организовано, будут с этим считаться. Вот с ними считаются. Поэтому подробно потом разбираются, подробно с ними сидят. Я присутствовал. Приятно было просто посидеть. Умные люди, к ним приходишь, они здороваются. Главный экономист, главный юрист, первый заместитель генерального директора, ведут по очереди. Вот эту... Сегодня, в эту неделю, вел первый зам генерального директора. А вторую неделю представитель другой стороны ведет этот переговор. Другой человек, докер Каретников, прекрасно ведет. И генеральный видит, что никакие они там не особо святые, прекрасно ведут так же люди. Там люди с двумя-тремя образованиями высшими, докерами работают. То есть там никто не может похвалиться, что они там умнее, или образованнее даже в этом отношении. Все знают, во всем разбираются. Прекрасно говорят, прекрасно организовывают все. Другое дело, что у них за спиной коллектив. А кто за спиной у представителя-работодателя на переговорах? И вот мы видели, когда разговариваешь на переговорах, вот умный человек сидит, все понимает, все идет. Зато вдруг раз, как будто вот стена, и как будто он встал... А это что значит? Сказал, что по этому вопросу ему сказал работодатель. Хозяин, вот если ты здесь делаешь уступку, ты завтра уволен. Потому что кто он тут такой? Ну и какая против этого может быть борьба? Да. И вот, значит, предлагаясь вам на переговорах, вот вы, представитель-работодателя, мне рассказываете все, рассказываете, как надо сделать. И я с вами, да, 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 да. Я не возражаю, я слушаю внимательно, это же хорошо послушать. Надо выслушать. Все, да, да. И вы спрашиваете, ну как? Интересно. Я пойду и расскажу это все у бригады. Ну мне это вот, я пройду по всем бригадам и вам в следующий раз расскажу. В следующий раз, знаете, я начал это рассказывать. Хорошо, что вы со мной не пошли. Потому что вас бы убили, наверное. То есть у вас есть на переговорах балда, а это меньшой балда на переговорах сидит, да? То есть генеральный директор или, но все равно меньшой балда, потому что главный, он кто такой? Он руководитель организации. Организация является работодателем. Работодателем в законе, обратите внимание, это не человек. Это организация. Организация принадлежит тому, кто сидит там в офшорах или имеет. Вот, скажем, половина собственности господина Лисина в одной стране скандинавской, а вторая половина в другой стране европейской. И одна из компаний называется GISC Сталиндустрии. Непонятно, то ли она Сталиндустрия, то ли Сталин индустрия. В общем, короче говоря, ну сидит здесь представитель этой компании. Ну кто он такой по сравнению с этим миллиардером? Никто. А он такой вроде тут важный, и зарплата у него, конечно, несколько раз больше, чем у этих докеров. А докер говорит, да-да, мы пойдем поговорим. И вот однажды согласился с ними пойти директор по режиму, или зам директора по режиму Конев. Как мы с ним поговорили в бригадах. Больше я никогда туда не пойду, ни за что. Не заманите его. Поэтому на переговорах, вот если представитель вы работников, то вы как представитель, да не надо же ни в какую драку идти. Я вот сейчас пойду посоветуюсь. Вы знаете, я советовался, мне такое сказали. Нет, я не могу с этим согласиться, и все. Не надо, то есть переговоры сами, это тоже искусство известное. Только я, насколько знаю, я Скорпенко хорошо, так сказать, знаком. Тут, значит, от разорваться медиация. А тут более глубокое. Тут не просто два человека или две стороны. А второе дно есть еще. Второе дно. Вы кого представляете на переговорах? Вы представляете работодателей. А я кого представляю? А я вот этих. Да я-то с вами лично согласен, но я пойду спрошу, вот сейчас пойду расскажу популярно. В следующий раз прикажу такую вещь испуганную, что чуть не убили меня. Не, не, не могу подписывать, не согласен. И все. А зачем я буду на себя бороться, что я с вами не согласен? Да я с вами согласен. Вы мне человек понятный, близкий, но эти же звери. Пойдете, пойдете со мной. Я говорю, не, 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 не. То есть тут в этом деле разрешение конфликтов, конечно, тут всякие психологические есть моменты, личностные есть моменты. То есть вовсе не нужно стараться. Ну конфликтолог, раз он разрешает конфликт, он же не должен ругаться. Вот если я буду ставить вам не за счет, я за ругаться буду, я свою улыбку буду ставить. А вы скажете, спасибо, Михаил Васильевич, за науку, вот я теперь буду лучше заниматься. А сама думаешь, чтоб ты сдох. Но это... Нет, ну я не про вас лично, я просто рассказываю это, теоретически. А то я вдруг... Потому что я предположение-то сделал уже нехорошее. Поэтому я как-то должен был на себя обратить, а не на вас же. А что за предположение такое? Взять вот ни с того ни с того, сказать, что она получит не за счет. И теперь уже ей зачет точно гарантирован. То есть и к зачету надо подходить таким образом, чтобы... Это ваше дело. То есть вы занимаетесь. Вы... Я вас учу или вы учитесь? Я учусь. Вот. Вся там в конце. Я учу тебя. Учусь. А вот об этом не надо забывать. И в том числе на зачете. Какие ко мне вопросы? Один вопрос. Одна страница. Написали. Сверху. Надпись. Снизу подпись. Пришли. Я почитал. Восхитился. Постякал зачет. Вы пошли домой. В хорошем настроении. Хорошо? И наоборот. Что-то, если у вас какой-то сбой, который вы не заметили. Что я делаю? Я говорю, так, вот у вас тут неубедительно сбой. Что я делаю? Скажите, пожалуйста, вот садитесь, переделайте. Но если это у вас не 10 страниц, а одна страница, вы там это вычеркнули, вписали. Правильно? Переделали. Снова пришли. Нет, я говорю, еще не доделали. Еще раз вы подумали. Количество обращений ко мне и возвращений на место, не влияет на решение вопроса о зачете. Потому что зачет у нас не ради зачета, а ради чего? Если всякая работа, она дорабатывается. Вы знаете таких писателей, которые сразу пишут? Пушкин. А? Пушкин. Ну да. Кто? Пушкин. Ну он часто говорят, что... Пойдите, пойдите, я вам вот совет делаю. Я потому что... Пойдите в лицей, в музей. Нет, там есть черновики, но говорят, что многие произведения... А чего говорят-то? Я говорю, просто пойдите в лицей посмотрите. Это ужас. Я посмотрел, что там... Сколько там черкнуто, перечеркнуто. Там вот его... Капитанская дочка. Ужас. И стихи все, вот эти легкие, которые так... Выскакивают, кажется, что они прямо у него из головы. Все это там... Такая работа колоссальная. Очень большая работа. Ну, может быть, отдельно какие-то у него бывают строчки? И не пускает тьму. Ночной на золотые небеса. Одна заря сменит другую. Спешит до ночи полчаса. Ну я не уверен, что он так прямо так вот был написан. А может это было... Тоже отработано. То есть во всяком случае... А Лев Толстой, про него известно, сколько раз он переписывал? Сколько? Ну ему жена переписывала ночью его черновики, а потом он снова утром просыпался и все это заново перечеркнуто. Да, да. Сколько? Пять? Маркс, говорят. Вот великий ученый. У него капитал... Сначала была написана одна рукопись. Нет, сначала были рецензии на предшествующих экономистов. Это называется... Их таких-то ритомика называется теория прибавочной стоимости. Некоторые почему-то называют их четвертым томом капитала. Это люди безграмотные. Нет четвертого тома капитала. Это предварительная работа, которая сделана для выработки своей позиции. Потом две огромных рукописи. 58-59 годов. Экономическо-философские рукописи. Написал человек рукописи и все. И они как рукописи остались. И при жизни Марксу никто их не издавал. Потом экономика, философские рукописи 63-64 годов. Тоже такой большой опуск. Больше, чем капитал. Первый том. Потом первый том капитала. Первый, второй и третий том капитала написаны. До печати Маркс довел только первый том. А со вторым и третьим томом, которые были подготовлены, но в полной мере готовы к печати. Энгельс. И фотографии ее есть. Там почти ослепший он в очках. Он сидит, пытается это все довести. И в фигурные скобочки ставит то, что он туда писал. Чтобы не спутали то, что он добавил к тому, что написал Маркс. Все люди много работали в этом плане. Чертнуто, перечеркнуто. Ну вот у Ленина у него есть такие работы, где он... У него такой метод он разработал. Он сначала такой план. Раз, 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 раз. Потом это один, два, три, четыре там римские, потом арабские. Потом буквы большие, потом буквы маленькие. И так у него разработано, как будто он взял, так сказать, сначала был скелет, потом мышцы, потом кожа. И раз, и написано. А есть... Вот вся почти работа проделана, только текста нет. Например, в 39 томе есть план и тезисы брошюры о диктатуре пролетариата. План есть, тезисы все есть, а тезисы – это основные мысли. А самой брошюры нету. Но из этого документа совершенно ясно все мысли истинные. Потому что тезис – это одна мысль. Если все тезисы высказаны, никаких других мыслей тут не будет. Просто не будет развертывания это дело с какими-то примерами, с пояснениями, с разъяснениями и так далее. И надо сказать, что вот он... Поэтому он больше всех в мире написал. То есть он такой вот метод использовал. Но это когда можно сделать? Когда основы теории заложены. А когда вот как Маркс был идеалистом, стал материалистом, так же и Энгельс, им надо было перевернуть вообще все свое неверосозерцание. Поэтому это потребовало очень большой работы. Предварительной. Желаем успешной сдачи зачета по конфликтологии, по социально-трудовым конфликтам. и технологии, и их разрешения. Но у нас, поскольку это не экзамен, а зачет, поэтому консультация у нас так не предусмотрена. И те вопросы, которые тут были, у вас была возможность задать. Если еще есть вопросы, ко мне, пожалуйста. Можно по индивидуальным трудовым спорам? Можно. Так, сейчас я это сформулирую. То есть мы сказали о том, что работник как лицо менее устойчив в спорных ситуациях с работодателем, чем коллектив. Конечно. То есть для него есть какие-то пути, конечно, допустим, обращение в комиссии по трудовым спорам? Комиссия очень большая редкость. Комиссия не обязательно создается. Нет таких комиссий, как правило. Это вообще уникальный случай. Вот везде написано, что если есть комиссия по трудовым спорам, то можно туда обратиться. Она составляется совместно представителями администрации и коллектива. Но вы знаете такие предприятия, где есть такие комиссии? Я сейчас уже не знаю. Поскольку они необязательные, нет, государство такое требование не предъявляет, некуда вам обращаться. Тогда вот если вы обратились в комиссию, комиссия приняла положительное решение, тогда ее решение считается на уровне исполнительного листа. Имеет версию. Да. Но вот если комиссия сделается так, половина от работодателя, а половина от работников. Всегда есть среди работников такие люди, которые… На стороне работодателя. Да. Поэтому, как правило… Но наличие комиссии все равно это хорошо. Почему? Потому что если даже проиграли, вам никто не мешает все равно обратиться в суд. То есть, если у вас есть комиссия по трудовым спорам, то вы можете обратиться и в суд сразу, или сначала в комиссию. Если у вас комиссия это не решит, тогда в суд. Это во-первых. Во-вторых, если сильные у вас профсоюзные организации, то вы можете опять возвращаемся, как индивидуальные права защитить через коллектив. Если профсоюз добивается или записывает в коллективном договоре о создании комиссии по трудовым спорам, тогда она создается. И все. То есть, кто в этом заинтересован, тот… А раз она создается, и принцип создания комиссии вы можете установить, какой? Пожалуйста. Так, еще вопрос? Все. Значит, я могу констатировать, что были даны ответы на все вопросы, которые были заданы. Видите, как важно. Важно подать правильно потом. То есть, просто трудился за бесконечность. На все поставленные вопросы были даны какие вопросы? Соответствующие ответы. Я уже не буду говорить исчерпывающие, потому что истину исчерпать невозможно. И если вот этот работник ведет в суд, то он как раз-таки может взять с собой третье лицо, представителей, и там же. Да. То есть, это по существу, вот как бы, по трудовым вопросам, это то, что решать должен суд. А человек не пойдет куда-то в суд, а здесь вот среди своих, но для этого надо подумать так, чтобы там были. То есть, вообще, профсоюз, наверное, эту половину должен отчеканить, чтобы эти вот… он решил вопросы. Это не вообще какие-то работники ниоткуда. Это те, которые представляют профсоюз. Правильно, вот эту половину? А вторая половина пусть будет от работодателя. Это его дело. И то будет 50 на 50. Еще не факт, что вот, может, она застрянет, эта комиссия, и не будет решать. Но есть еще понятие истины, все равно есть люди порядочные и со стороны работодателей. Поэтому тут можно это решать и полезно. Но один в поле не воин. Все равно тут кто это сделает, даже сам вот этот орган, он должен быть под контролем, иначе он превратится просто в такой орган, который будет органом работодателя и вдобавок еще дополнительное ухудшение положения работников. Давайте они потом пойдут в суд, а им будут говорить, так мы уже разбирали на заводе, вот коллектив сказал, что он такой-сякой плохой. Это будет аргумент против работника. Все, так вот, да? Все, до встречи. Желаю вам успешной сдачи. 13 часов 23 числа, понедельник в этой же аудитории. Субтитры создавал DimaTorzok